Широко разрекламированные отечественными СМИ морские тактические ракетные комплексы 3С14 с ракетами семейств «Калибр» и «Циркон» известны чуть ли не каждому. Об их достоинствах написаны сотни статей и снято неимоверное количество видеоматериалов. У подавляющей части обывателей уже сложилось устойчивое мнение, что это некое супероружие, для применения которого достаточно лишь получить приказ и нажать на красную кнопку «Пуск», после чего крылатые ракеты настигнут противника за тысячи километров, независимо от того, где он находится, на суше или на море. Более искушенные в военном деле читатели понимают, что не все так просто, как это кажется на первый взгляд. Ракетам предварительно нужно выдать точное целеуказание для успешной атаки. А вот с этим как раз есть сложности. При отсутствии в составе морской авиации ВМФ самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения ДЛО, как класса, обусловленная в свою очередь отсутствием полноценных авианосцев, проблема выдачи координат для осуществления ракетного удара с надводных и подводных носителей является крайне острой. Корабельные РЛС так или иначе упираются в ограничения по радиогоризонту, которые не дают реализовать довольно мощный энергетический потенциал их антенных модулей и обеспечить наведение ПКР на удалениях свыше 40-50 километров. Есть вертолеты ДРЛО типа К-31Р, но их возможности чуть ли не на порядок уступают самолетам ДРЛО, а дефицит морских платформ для их развертывания в обозримой перспективе устранить едва ли удастся. В советские годы проблема целеуказания была решена на принципиально ином качественном уровне. На орбите Земли была развернута спутниковая группировка из космических аппаратов К-2 видов, обеспечивавших глобальную морскую разведку, пассивную радиотехническую и активную радиолокационную. Система морской космической разведки и целеуказания МКРЦ, прозванная легендой, за время своей службы показала достаточно высокую эффективность и какое-то время обеспечивала главный штаб ГШС. ВМФ собственной критически важной разведывательной информацией, позволяя максимально использовать преимущества отечественных сверхзвуковых ПКР и создавая перманентную угрозу АУГ США в любой точке мирового океана. С выходом из строя спутников легенды, в середине 2000-х российский флот полагался в основном на береговые и загоризонтные РЛС, а также на данные, полученные по заявкам ГШВМФ, космическими средствами ГРУ, Генштаба В, что в целом позволило и, вероятнее всего, позволяет до сих пор выполнять задачи отслеживания значительной части переходов корабельных группировок потенциального противника в нейтральных водах или на больших удалениях от собственных военно-морских баз. Тем не менее, очевидно, что это полумеры, которые попутно приводят к общему снижению эффективности военной разведки и нецелевому расходованию ресурса ее КА. На этом фоне недавние новости о скором завершении развертывания новой МКРЦ Лиана привнесло в читательскую среду, изрядную долю оптимизма, вплоть до того, что некоторые издания и отдельные эксперты посчитали проблемы с целеуказанием на флоте решенными. В реальности же все момент на низкой околоземной орбите Земли вращается 5К о пассивной радиотехнической разведке Лотос-С и Лотос-С1. Численности группировки уже достаточно для покрытия всего мирового океана, выявления работы радиолокационных средств и другой радиотехнической аппаратуры кораблей противника. Однако еще в 80-е годы при анализе полученных данных с легенды был сделан вывод о том, что на переходах корабли стран НАТО, как правило, использовали свои PLC в режиме ограничения, либо на отдельных этапах, не использовали их вовсе. В этой связи становится необходим и второй компонент Лианы, спутники активные радиолокационные разведки Пион НКС, которых минимально должно быть два. Они отличаются наличием на борту полноценной радиолокационной станции, способной следить за обстановкой на море и на суше. Активный принцип обнаружения позволяет засекать цели, соблюдающие режим радиомолчания, и обеспечивает высокую точность определения координат, что критически важно при использовании новейших гиперзвуковых ПКР типа Циркон. Но даже при условии формирования полноценной спутниковой группировки, нужно объективно оценивать риски для ее боевой устойчивости в случае военного конфликта с технологически развитым противником. Из открытых данных известно, что КАМКРЦ располагаются на круговых орбитах с внушительной высотой 800-900 километров, что по всей видимости рассматривалось разработчиками системы. Начало работ было положено еще в 1993 году, как способ уберечь спутники от противоспутникового оружия ПСО. Однако ведущие державы мира, такие как США и Китай, за последние десятилетия достигли крайне серьезных успехов в разработке ПСО. Еще в 2007 году Китай провел успешное испытание собственного противоспутникового оружия. Метеоспутник ФИ-1С серии Фэнджиан, находящийся на полярной орбите высотой 865 километров, был поражен прямым попаданием противоспутниковой ракеты. Об испытаниях ПСО США на подобных высотах ничего доподлинно неизвестно, но учитывая высоту поражения той же противоракеты СМ-3 блок ИИ в 1500 километрах, поражение ею любого КАМ-КРЦ можно оценивать с вероятностью близкой к единице. Помимо противоспутниковых ракет, угроза исходит и от КАИ-инспекторов чужих спутников, способных при необходимости выводить их из строя. Примером такого аппарата можно всецело считать одну из главных надежд американского военного космоса, космоплан S-37 Boeing. Он может достаточно продолжительное время работать на орбите, менять высоту в определенных пределах, выводить дополнительное оборудование и, что гораздо важнее, возвращаться с результатами обратно. Космоплан оснащен грузовым отсеком и манипулятором, что теоретически наделяет его возможностью не только нарушать работоспособность чужих спутников, но и похищать их с орбиты и возвращать на Землю. Справедливости ради надо заметить, что в силу отсутствия на современных спутниках конструктивной защиты и возможностей самообороны, их уязвимость перед существующими перспективными средствами поражения является не только проблемой МКРЦ, а всех без исключения КА на земной орбите. Резюмируя сказанное, необходимо исходить из того, что российская орбитальная группировка, включая и группировку МКРЦ, в случае масштабного военного конфликта, прекратит свое существование в течение первого же часа с начала боевых действий, а полученные от нее данные менее чем через сутки безнадежно устареют. Для восстановления работоспособности морской космической разведки потребуются запуски резервных КА, которые должны быть предусмотрены соответствующими планами генштаба ВЭС и, самое главное, изготовлены и полностью готовы к запуску при первой необходимости. Фактически, в резерве должна находиться еще одна полновесная группировка в количестве минимум четырех аппаратов, двух Лотос С-1 и двух Пион НКС. В противном случае, флот сможет рассчитывать только на ограниченные возможности корабельных и авиационных РЛС, со всеми вытекающими отсюда последствиями.